Азербайджан для нас не чужая страна. Для всех членов ОДКБ. В ОДКБ немало мусульманских стран. Вы тоже это понимаете. Отсюда отчасти соответствующая позиция. Но в-третьих, Армения что, хотела, чтобы мы втянулись в войну Армении с Азербайджаном? Так до сих пор бы шла эта война и погибли бы тысячи людей. И я считаю, что Азербайджан и Армения, к сожалению, через войну, в итоге пришли к правильному решению вопроса. Армения, они это признавали, оккупировала 5 или 6 районов азербайджанских. Я этим когда-то занимался очень принципиально. Они это принимали. Ильхам Алиев очень многие годы просил Армению, давайте мирно решим эти вопросы. Ни один из президентов Армении мирно этот вопрос не решал. И вот это все накапливалось и рухнуло на Николу Маваевича Пашиняна, на его правительство. Он-то вообще-то мало виноват в том, что произошло. Но эту проблему надо было решать. Тем более оккупированные Армении районы азербайджанские, это пустыня была в самом красивом месте, теплом, уютном, где могли жить люди. Более миллиона беженцев азербайджанских, огромный груз на Азербайджане и многие-многие другие проблемы. Ильхам мне много раз говорил. Я каким-то невольным посредником оказался из-за Баку, уехал в Ереван и передавал эти сигналы. Вплоть до не компенсации даже, а вложения в экономику Армении миллиардных инвестиций. Азербайджан богатая страна. Было очень много предложено по-хорошему решить этот вопрос. И в Армении первый раз в Ереване на ОДКБ я об этом сказал, что вызвало там нервную реакцию бывшим президентам. Мужики, надо решать этот вопрос. Ибо достукаемся до войны. Потом, по-моему, в Казани, потом еще где-то в Москве. Я все время об этом говорил, что надо решать. И вот такой вопрос и такие предложения. Азербайджана же не было с нами, когда мы в ОДКБ это обсуждали. Нет, мы будем воевать. Ну, да, воевались. Какая наша позиция должна была быть? Армяне наши близкие, наши родные, наши люди. А Азербайджан что, чужой? Поэтому мы вот попали в такую ситуацию. Сегодня, к примеру, в США Байден будет поддерживать Украину, Армению и так далее. Завтра власть сменится. И Трамп скажет, слушай, я вас не знаю. Друзья мои, я вас первый раз вижу. Что было не так, а еще и похуже в Афганистане. Помните, когда за шасси цеплялись афганцы? Возьмите нас, возьмите нас. Мы же на вас работали, падали и погибали. Вот какой мир. Поэтому не надо терять то, что ты держишь в руках.